Мягкое искусство на службе закона. В Рязани завершился чемпионат России по дзюдо среди сотрудников полиции. Кто сильнее за теме победа? Ежегодный турнир по спортивной борьбе памяти героя России Романа Соколова в очередной раз прошел в областном центре. Каратэ как массовый спорт. В Рязани прошло первенство городом среди юношей. Ну а теперь обо всем по порядку. Начнем нашу программу с обзора прошедших спортивных соревнований, в которых принимали участие рязанские атлеты. Рязанская звезда прервала затянувшуюся серию без побед, составившую 8 матчей. На своем поле наши футболисты обыграли ФК Тамбов 1-0. Единственный забитый мяч, решивший исход встречи на 53-й минуте, отправил в ворота гостей Андрей Маматюк. Однако главный тренер звезды Гарник Авалян после матча заявил, что результатом доволен, а вот игрой нет. По его словам, необходимо улучшать взаимодействие между игроками и активно работать над комбинационной игрой. БК Рязань выиграл серию у Рускон Мордовия. 27 апреля рязанские баскетболисты на площадке Дворца детского творчества сумели победить со счетом 93 на 81. По ходу встречи рязанским спортсменам в очередной раз пришлось отыгрываться, ведь после половины матча они отставали на 11 очков. Впрочем, нашли в себе силы отыграться, выйти вперед и хладнокровно довести игру до победы. Итоговый счет в серии 3-2 в пользу Зубров. Теперь БК Рязань поборется за итоговое пятое место в Суперлиге. 3 мая в Екатеринбурге наши баскетболисты проведут матч с местным Уралом. Ну а женский футбольный клуб Рязань ВДВ потерпел первое поражение в новом сезоне. В воскресенье 27 апреля наши футболистки проиграли подмосковному Зоркому с минимальным счетом 1-0. Матч проходил примерно в равной борьбе. Единственный гол был забит в конце первого тайма. Вот как прокомментировал игру главный тренер-десантнец Константин Климашин. С самого начала ясно было, что игра будет напряженная, упорная, битва. В общем, так оно и получилось. На первой минуте сразу хозяева хотели взять свою инициативу в руки, наш немножко расслабленный, на защите сыграл. Сразу была на первой минуте голевая ситуация, где сочня убила вратарь отбила. Потом игра выровнялась и тихоньку перехватили, я считаю, мы преимущество. Умели несколько голевых ситуаций. И Данилова головой с линией вратарской. Еще там были эпизоды, когда мяч мог попасть в ворот, он мне как-то не шел в конце. Буквально последними ноги пропустили гол. Ну, конечно, такой простой навес неудачно сыграл Капустина. Можно было выбить по-любому, только не так, как она пропустили гол. Следующую встречу Рязань ВДВ проведет дома против россиянки в четверг, 1 мая на стадионе «Спартак». В Сасово прошел лично командный чемпионат Рязанской области по плаванию. В нем приняли участие 15 команд. Участники соревновались на двух дистанциях – 50 и 100 метров вольным стилем, а также в эстафетном плавании. В эстафетном плавании выступала вся команда – две женщины и два мужчины. Первое место завоевала команда Сасова, второе место – у Касимова, третьей стала команда Рыбновского района. В Рязани завершился чемпионат МВД России по дзюдо, в котором приняли участие 80 команд, представляющих различные подразделения органов внутренних дел России и образовательных учреждений системы МВД. В Дворце спорта «Олимпийский» с 24 по 26 апреля прошел чемпионат МВД России по дзюдо. За три дня соревнований «Радость побед» и «Горечь поражений» прочувствовали более 800 спортсменов из разных городов нашей страны. Бороться за награды в наш город приехали представители 80 команд, среди которых много именитых спортсменов. В нашем регионе дзюдо – один из базовых видов спорта, поэтому вдвойне приятно и почетно, что сражались борцы именно на наших рязанских коврах. А боролись за золото заслуженные мастера спорта, победители и призеры крупнейших всероссийских и международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр. За аром будет бороться Нифонтов, после за аром будет бороться Гафуров. Сегодня борются призеры и чемпионы страны. Есть среди представителей призеры Олимпиад, но это уже представители. Чемпионат России под дзюдо – престижные соревнования, и каждый сотрудник МВД считает честью выступать за родную команду. А рязанские спортсмены уверены, что родные стены, конечно же, помогают, как и вера в победу и наставление от начальства. Прогнозы на таких соревнованиях всегда делать сложно, говорят в судейском корпусе, так как все участники довольно успешно выступали на общероссийских и европейских соревнованиях. В первый день соревнований выступили спортсмены в весе 60 и 66 килограммов. В весовой категории 60 килограммов первые три призовых места заняли сотрудники органов внутренних дел из Карачаева, Черкесии, Удмуртии и Оренбургской области. В весе 66 килограммов вперед вышли дзюдоисты из Москвы, Башкортостана и Дагестана. На этих соревнованиях высоко ценится не звание, а спортивные титулы участников. Почти 80% спортсменов чемпионата МВД выступают и на России. Слушатель Московского университета МВД выиграл схватку с краснодарским дзюдоистом. Незадолго до этого чемпионата Махир стал победителем Кубка Европы. Говорит, что секрет философии дзюдо. Профессийский сильный, здесь слабых нету. Это же чемпионат России с МВД, поэтому не дворовые соревнования. Первое – это быть порядочным, самое главное, быть основанным человеком, где бы ты ни был. Также применять навыки только на ковре, на соревнованиях. Также обучать детей или наших сотрудников боевым приемом. Особенно напряженная борьба развернулась в последний день соревнований весовой категории свыше 100 килограммов. В этой категории выступил Надежда Рязанской команды, мастер спорта международного класса, призер престижных российских и международных соревнований Андрей Волков. Ему противостояли не менее именитые спортсмены и москвич Сергей Прокин, Дмитрий Мстерхов из Красноярска и Артем Осипенко из Брянска. Мастер спорта России международного класса по самбо, мастер спорта России под дзюдо, победитель Кубка Европы и чемпионата России под дзюдо, а по совместительству рязанский госавтоинспектор Андрей Волков не подкачал и стал победителем в своей весовой категории. А среди территориальных органов МВД России в командном зачете сборное управление МВД России по Рязанской области завоевало второе место. Первое место у команды ОМВД Республики Карачаева-Черкесия. Накануне первомайских праздников в Рязань на ежегодный турнир по греко-римской борьбе памяти гвардии капитана Романа Соколова съехались юные борцы из более чем 20 регионов страны. И рязанские спортсмены выступили весьма успешно. Турнир памяти героя России Романа Соколова впервые прошел в 2007 году. И довольно быстро соревнования приобрели всероссийский и даже международный масштаб. Периодически побороться приезжают юные борцы из сопредельных республик. Турнир в этом году у нас статус всероссийский. 24 региона присутствуют у нас сегодня на наших соревнованиях. Также очень широко представлены судейские коллеги. У нас 5 судей международного класса. Это те люди, которые судят первенство и чемпионаты мира. Турнир проводим по четким правилам фила, то есть со всеми требованиями. Турнир соответствует международному стандарту. Рязанская область уже традиционно представлена весьма широко на соревнованиях спортсменами из Новомичуринска, Михайлова, Шацка и, конечно, спортшкол областного центра. Борцовский турнир памяти Романа Соколова, как говорят его организаторы, не является отборочным этапом на состязание более высокого ранга. Главная цель его проведения несколько другая – привить любовь к борьбе у юных ребят. Этот турнир не является отборочным. Я уже сказал, что это для младших юношей, для тех, кто еще делает первые шаги в спорте. И пока в этом возрасте нет никаких ни сборных, ни даже первенств мира, ни чемпионатов. Это первые шаги, это турнир для того, чтобы дети заболели спортом, посмотрели, на каком уровне бывают турниры, вот именно и судейство, и видеорегистрация, и судья. И, называется, почувствовали себя в шкуре своих старших товарищей. Роман Соколов закончил Рязанское десантное училище в 1993 году. Участвовал в боевых действиях в Чечне в составе российских миротворческих сил, был и в Югославии. Во время своей второй командировки в Чеченскую республику в 2000 году в Аргунском ущелье в составе 90 гвардейцев легендарной 6-й роты Псковской парашютно-десантной дивизии два дня сдерживал натиск банда террористов. В этом неравном бою Роман Соколов погиб. 12 марта 2000 года он посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Ежегодный турнир по греко-римской борьбе памяти героя России, гвардии капитана Романа Соколова, всегда посещают родители погибшего десантника. На этот раз его отец Владимир Тимофеевич открывал состязание. Он пожелал ребятам успешной борьбы. Также на турнир приходят бойцы и ветераны спецподразделений. Физическая подготовка молодежи играет большую роль в дальнейшем, в жизни каждого человека. Именно в таком возрасте закладывается успех в дальнейшем жизни. И человек, который занимается спортом, как правило, достигает успехов и в жизни, и в труде, и в семье. По итогам турнира представители Рязанской области завоевали 49 медалей, из них 14 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. Помимо борцовского прошел еще один юношеский турнир, только уже по карате. Молодые каратисты боролись в рамках первенства города. В Рязани прошло первенство города по карате среди юных бойцов. Турнир получил хорошую поддержку от муниципальных властей, а потому можно говорить об официальном признании в столице области древней японской системы самообороны и духовного совершенствования. За что он, как говорится по-нашему по-японски, «домо аригато», что означает «большое спасибо». Первенство стало смотром юных сил перед серьезнейшими испытаниями рязанских бойцов на престижных и рейтинговых турнирах. Самым боевым месяцем в рязанском детском карате будет май. Мы планируем со стилевой федерацией, вот мы оговаривали с представителями, провести в мае турнир отборочный на Анапу, на всероссийские игры в сентябре. У нас еще в мае месяц в Зеленограде, в крупном турнире, по счету Дню Победы. И у нас еще 3 мая в Самаре соревнования всероссийские. Поэтому расслабляться нам не стоит. Самое главное, говорит президент федерации, воспитать не только бойца, но всесторонне развитого человека. Для того и существует карате. Это главная задача древнего искусства. Однако, когда молодые воины сходятся на татами, бой идет без каких-либо компромиссов. Ведь карате – это победа одним ударом. И, хотя жесткий контакт в схватках запрещен, иногда спортсменам, что называется, прилетает неслабо. Но это только воспитывает характер. Вот с Заншином боевой дух должен присутствовать. И, в принципе, то, что мы преподаем, дети стараются показывать свой характер. Наверное, родители тоже приняли участие в этом. Настроили своих детей слезы, а он все равно работает. Больно, а он все равно работает. Ну, идут, идут, занимаются хорошо. Растет не только уровень бойцов. Увеличивается и число юных адептов в пути пустой руки. Карате становится массовым видом спорта, во всяком случае, если говорить о развитии этого спорта среди рязанских детей и подростков. Дальше каждый выбирает свое направление в спорте. Будет ли это карате или самбо, или гимнастика, или футбол, навыки, полученные на татами, и в дадзем пригодятся везде. Главное – каратистский дух, стремление к победе, невзирая ни на какие трудности. На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова